Здравствуйте! Минздрав предложил ввести экологический налог на сигареты. В ведомстве подготовили итоговый вариант антитабачной концепции. Среди предложений Минздрава повышение акцизных ставок на сигареты, в том числе электронные до европейского уровня, введение экологического налога и запрет на все виды беспошлиных продаж табачных изделий. В окончательной редакции антитабачной концепции также содержится запрет на использование в кафе и ресторанах, кальянов, вейпов и электронных сигарет, а также запрет на их продажу несовершеннолетним. Как заявила известием глава ведомства Вероника Скворцова, благодаря антитабачным мерам за 4 года курения среди подростков 13-15 лет сократилось в 3 раза, а среди взрослых на треть. Россияне направили более 50% новых кредитов на погашение старых. Об этом сообщает известие со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. Люди гасят старые кредиты, которые были взяты 2-3 года назад. В 2014 году, напомню, Центробанк резко повысил ключевую ставку до 17% годовых. Это вызвало рост ставок по всем видам коммерческих кредитов. Сейчас, когда ключевая ставка упала до 8,5%, люди берут новые кредиты под меньший процент для погашения старых. По словам экспертов, сейчас благоприятные условия для рефинансирования. Можно уменьшить ставку по кредиту на 2-7% пункта. Эта тенденция оздоравливает кредитные портфели банков и секторов в целом. Ведь чем меньше в системе риски, тем более дешевыми становятся кредиты. В Ростуризме рассказали, где россияне проведут январские каникулы. Граждане страны планируют отправиться отдыхать в Сочи, Москву и Санкт-Петербург. У тех, кто выбрал зарубежный отдых, популярностью пользуются Таиланд, Вьетнам, Индия, Объединенные Арабские Эмираты и Израиль. Об этом сообщили в Ростуризме, опираясь на данные раннего бронирования. В ведомстве отметили, что в этом году стоимость отдыха и внутри страны, и за ее пределами практически не изменилась. Семидневный отдых в России, включая дорогу, обойдется минимум в 25 тысяч, за границей 35-40 тысяч рублей за человека. Особенностью этого сезона также стало то, что российские туристы начали планировать свой отдых заранее. В целом спрос на туризм возвращается на докризисный уровень. В частности, об этом свидетельствует увеличение пассажирских перевозок на 20%. Торговые наценки на овощи в магазинах достигли 60%, в то время как на молоко и мясо лишь 20%. Это следует из данных Росстата о структуре розничных цен на отдельные категории продуктов, предоставленных Минцельхозом. Так, согласно документу, наценки на овощи открытого грунта составляют 60,5%, на тепличные – 36,8%. В то же время надбавки на цельное питьевое молоко и мясо в три раза меньше – 20% и 20,5% соответственно. Причем причину такого явления Минцельхоз известиям пояснить не смог. В свою очередь, в торговых сетях разницу объяснили тем, что лежащие на полках магазинов овощи всегда должны быть свежими, а портятся они быстрее, в отличие от молока и мяса. А производители рассказали, что в магазинах делают большую наценку именно на отечественные товары, тогда как на импортные продукты таких надбавок нет. Курс доллара, установленный Центробанком, на 20 октября составляет 57,57 рубля, курс евро – 67,93 рубля. На этом у меня все. Удачи в делах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова